Вот что сделаем. Давайте введем объект, который нам в дальнейшем будет тоже очень полезен, и мы с ним будем много иметь дела на протяжении этой школы. Это объект, который называется, и который я очень люблю, который называется случайный граф. В данной аудитории слово граф никого не удивишь, поэтому... Ну вот случайный граф. То есть, граф возникает случайно. В сущности, когда я рассказывал о графе зависимости сегодня, я тоже говорил, ну спустился на нас с неба граф. То есть, когда развлекает людей, рассказываешь так, вот плывет по небу тучка, и тучка наполнена графом. При этом, ну, знаете, тучка она такая, она в центре потемнее, а к краям посветлее. Поэтому те графы, которые в центре, они скорее посыплются на вас градом, а те графы, которые по краям, они с меньшей вероятностью. То есть, не то, что все графы с одинаковой вероятностью на вас падают. У каждого графа есть своя вероятность. Простейший способ задать вероятность, когда она не своя, а когда она одинакова, это классическая вероятность. Мы с вами знаем, что всего графов на n вершинах 2 в степени c из n под b штуку. Всего графов на n вершинах 2 в степени c из n под b штуку. Ну давайте я напишу, значит, есть вершины, которые, как водится, мы будем просто нумеровать натуральными числами. Буквы нас не интересуют никакие, это вершины графа. Если граф полный, то у него C из N по 2 рёбер, вот я их сейчас все и напишу. Е с индексом C из N по 2. Ну как-то я перенумеровал просто все возможные рёбра полного графа на N вершине. Это C из N по 2. Понятно, что если мы строим граф без петель кратных рёбер и ориентации, такой обыкновенный, простой граф, как говорят, то каждое рёбро может просто входить или не входить в этот граф. Два варианта для каждого рёбра, всего остальных 2 в степени C из N по 2 различных графов. И если бы мы считали, что тучка однородная, так сказать, то мы могли бы сказать, что каждый граф падает на нас граденный такой, разлабистый такой, граф. С вероятностью 1 поделить на 2 в степени C из N по 2. Но вот тучка неоднородная. И мы зададим вероятность и согласно с кеми испытаний пернули. А именно мы опять возьмём некоторое число P из отрезка 0,1 и сочтём его просто вероятностью проведения каждого отдельного ребра. Вот из этого множества. Будем действовать точно так же, как только что, когда строили A и B. Бросаем монетку, успех P, да? Всё, проводим ребро E1. Неудачу не проводим. Граф состоит из тех ребер, номера которых отвечают номером успеха. Можно прямо какую-нибудь картинку рисовать. Но в любом случае, если вам уже дан конкретный граф, ну вы точно знаете, что этот конкретный граф где-то в этой пучке живёт. V это множество. V это множество от единицы. Ну и зад на какое-то множество ребра. То вы, конечно, можете сказать, с какой вероятностью именно этот граф на вас капнет. С какой? Давайте попробуем записать это в терминах нынешних. Но это в числом виде беномиальной вероятности. То есть P в какой-то степени умножить на Q в какой-то степени. Кстати, я произношу некое слово, которое не определяло. Беномиальная вероятность, да? Ну, вы же помните, там беном возник. Поэтому вероятности, которые возникают в схеме испытания Бердули, называются беномиальной. Там возникает беноми. Вот. Ну, всё-таки, как записать в терминах вот этого E вероятность возникновения ответа такого графа? Сколько успехов должно было произойти, чтобы этот граф реализовался? Ну, E. Ну, мощность E, правильно? Да. Вот. Значит, надо написать P в степени мощность E, количество ребер, и умножить на Q в степени количества, ну, так сказать, нелюбер. Нелюбер. C из N по 2 минус мощность E. Это вероятность возникновения случайного графа. Того, что именно этот граф упадет на вас из тучи. Это открывает нам колоссальную мирность возможностей по расчету разных вероятностей свойств графа. Ну, например, знаете, что такое граф связи? Да. Ну, давайте я скажу правильно, да. Любые две вершины связаны некоторым реберным маршрутом. Цепью. Путёк. Ну, значит, такой граф называется связь. Что значит найти вероятность того, что случайный граф связен? Это значит взять ту часть тучки, в которой жрут связанные графы. Для каждого из этих связанных графов посчитать вероятность и сложить все эти вероятности. Это будет вероятность того, что случайный граф связен. Выглядит совершенно кошмарно, потому что надо сложить какие-то бяки, совершенно невозможно. Вот, но я постараюсь вас научить неким методом вероятностным, с помощью которого что-то про это можно будет сказать. Вот это уже очень интересно. Потому что у этого есть вполне практический смысл. Вот у этой модели вообще есть вполне практический смысл. Представьте себе такую картину. Вот у вас есть некоторое количество, которое мы по-прежнему будем обозначать буквой N, компьютеров. Компьютер с номером 1, компьютер с номером 2, компьютер с номером N. Эти компьютеры расположены вообще, говоря, в разных городах и даже в разных странах. Но они попали между собой, связанные какими-то линиями связи, ну, телефонами, если хотите. Можно передать информацию с K1 на K2. Ну и, соответственно, с K2 на K1 тоже. Это неориентированный граф. Можно так, можно так, можно так, так, так. Ну и так далее. То есть, каждые два компьютера связаны отдельно с телефонной линией, позволяющей передавать сообщения между этими компьютерами. Но, к сожалению, линии подвержены помехам. Но это даже не то, что целенаправленная вражеская деятельность. А просто, ну, так вот случилось, что, к сожалению, техника несовершенна. И каждая отдельно взятая линия может перестать функционировать с вероятностью K1. K1 – это вероятность разрыва связи между какими-либо двумя компьютерами. И так для каждой линии. При этом помехи возникают взаимонезависимо. Если она возникла здесь, это ничего не говорит о том, где возникнут помехи еще. Они возникают взаимонезависимо. Так, случилось много-много-много помех. Каждая с вероятностью K1, независимо от остальных. Естественно, между какими-то парами компьютеров потерялась связь. Скорее всего, да? Но представим себе, что на выгляде все равно получился связанный граф. Даже после удаления тех ледр, которые перестали функционировать, получился связанный граф. Согласитесь, что это очень круто, потому что, ну, хорошо. Свет идет все-таки со скоростью света, правда? И даже если мы не можем напрямую передать с этого компьютера на это какое-то сообщение, но мы его передадим по какой-нибудь хитрой цепочке. Уж какой она там будет длины, но не важно. По крайней мере, она дойдет. Дойдет довольно быстро, эта скорость света. Понимаете, да? Да. Вот. Почему я здесь написал букву Q, а не букву P? Потому что, когда я строил случайный граф, я каждое ребро проводил с вероятностью P, независимо от остальных. А когда я действую вот здесь, я, наоборот, каждый ребро уничтожаю. Ну, естественно, уничтожить отдельно взятое ребро полного графа с вероятностью Q, это то же самое, что провести отдельно взятое ребро пустого графа с вероятностью P. То есть, та картинка, которая получится в результате возникновения помех, она абсолютно такая же, как случайный граф, который описан вот здесь. Это просто тот же самый объект. И это уже не шутки про пучку, из которой закапан дождик из графа, а это вполне содержательная практическая задача. С какой вероятностью при данном Q вот такой вот случайный граф окажется связанным? Удивительное состоит в том, что если N достаточно большой, я про это постараюсь в какой-то мере рассказать, вот так, чтобы вам было понятно, что удивительное состоит в том, что когда N достаточно большое, вот это Q можно брать очень-очень близким к единице, внимание, очень близким к единице, и тем не менее связанность будет иметь вероятность тоже очень близкого к единице. Это трудно, поверите. Смотрите, N равно 1000. Вероятность уничтожения отдельной связи, ну скажем, 0,9. Среди каждая связь, в общем, вероятна, что пропадет. А я утверждаю, что тем не менее вероятность сохранения связанности всей вот этой системы линии, она, типа, 0,929. Каждое ребро кирдык с вероятностью близких к единице, а всей системе никакой не кирдык с вероятностью близких к единице. Ну вот, для того, чтобы это понять, нужно разобраться с некоторыми вероятностными инструментами, к рассмотрению которых мы через некоторое время, в общем-то, и перейдем. Но давайте, прежде чем рассматривать эти замечательные вероятностные инструменты, посчитаем какие-то совсем простые вероятности с участием случайных графов для тренировок, так сказать.